МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 мая 1945 года. К бункеру Рейхсканцелярии подходит разведгруппа 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Около бункера в яме обнаружены два обгоревших трупа. Мужчины и женщины с золотыми партийными значками НСДАП на остатках одежды. Сомнений у разведчиков нет. Это министр пропаганды 3-го рейха Йозеф Геббельс. Женский труп принадлежит его жене Магди. Геббельс застрелился, а его супруга приняла яд. После самоубийства их тела сожгли в яме, как об этом предварительно распорядился сам Геббельс. Во-первых, у него очень типичное лицо, а оно мало пострадало. У него очень своеобразная форма черепа. И потом он же от рождения... У него одна нога короче другой. Короче, с вывернутой ногой, поэтому с вывернутой стопой, там специальная обувь на этой ноге. И вот это как раз все уцелело. Он очень был узнаваем. Советская разведгруппа спускается в бункер. Война еще не закончилась, и неизвестно, какие сюрпризы и ловушки припасены врагом. Но бункер пуст. Среди документов, сваленных в коридорах, надо отыскать самые важные и актуальные на текущий момент. Среди них оказываются и рукописные дневники Геббельса. И там действительно был чемодан, а может быть даже два чемодана с тетрадями. Потому что тетради было огромное количество. Он их вел в рукописный дневник. Геббельс вел с 1924 года рукописный дневник по июль 1941. 17 лет. Любовь Сум, внучка писателя Елены Моисеевны Ржевской, которая в годы войны была военным переводчиком в штабе армии. В мае 1945-го Ржевская участвовала в опознании тел Гитлера и Геббельса в бункере Рейхсканцелярии в Берлине. Она также принимала участие в разборе документов, найденных в бункере, среди которых оказался и дневник министра пропаганды Третьего Рейха. Филолог и переводчик Любовь Сум помогала бабушке переводить фрагменты дневников Геббельса для ее книги. Я видела страшный конец Геббельса, обугленные тела его и жены. Теперь я осматриваюсь в начало его пути. Дневник дает возможность проследить за модификациями личности Геббельса, отдавшегося нацистской карьере на службе у Гитлера. Отчетливее представить себе генезис фашизма, его роковой соблазн и тотальную разрушительность для каждого человека. Эти дневники впервые будут опубликованы уже в наши дни. Они могут пролить свет на многие тайны. И, может быть, помогут ответить на главные вопросы. Как Гитлеру и Геббельсу удалось одурачить нацию, давшую мира Баха и Бетховена, Шиллера и Геты, Канта и Гегеля? Что свело с ума и ввело в массовый гипноз миллионы мирных немцев? Смотрите далее. Для чего нацисты устроили поджог в Рейхстаге? Они, эти опытные крысоловы, с дуточкой, из известной сказки, умери народ не в ту сторону. Как Геббельс получил тотальный контроль над умами в Третьем Рейхе? У него было ощущение, что он такой новый немецкий гений, что он будет тут же прославлен и богат. По каким законам работало министерство пропаганды? Сомнений быть не должно. Из-за того, чтобы не было сомнений, СССР прошло. В 1933 году Гитлер занимает один из важнейших постов Германии главы кабинета министров. Но вся полнота власти сосредоточена в Рейхстаге, где принимаются законы. Что же делать? Фюрер обращается к своему ближайшему помощнику Йозефу Геббельсу. Тот обещает что-нибудь придумать. И через неделю, по задумке Геббельса, в здании Рейхстага будет совершен поджог. В поджоге обвинят Компартию. Якобы это была попытка захвата коммунистами власти в стране. Результат не заставит себя ждать. Действующий президент Гинденбург немедленно подпишет указ о наделении кабинета министров чрезвычайными полномочиями. Получив полный карт-бланш, Гитлер приказывает сначала арестовать около 4000 активистов Компартии, а потом добивается объявления новых выборов в Рейхстаг, на которых почти 44% голосов достанется его партии. Хитроумный план Геббельса станет, по сути, первым шагом по одурачиванию народа. Гитлер по достоинству оценит этот талант своего помощника. Идея создания пропагандистского аппарата принадлежит, несомненно, Гитлеру. Однако именно фюрер был главным нацистским агитатором, первым авторитетом партии в области пропаганды. Однако Гитлер полагал, что для его правительства будет доволен только министерство приз. Но Геббельс пошел дальше, доказав фюреру, что это была бы, пожалуй, слишком ограниченная область применения агитации. В результате возникла концепция целого министерства пропаганды с тотальным полем деятельности. 13 марта 1933 года. Это министерство официально открыто. Возглавил его Геббельс, которому уже подчинялся партийный аппарат пропаганды. В итоге в его руках оказался сосредоточен весь пропагандистско-агитационный механизм фашистской Германии. Геббельс счастлив. Он достиг власти. Теперь он определяет, что именно люди должны знать, читать и думать. Перед ним открывается широчайшее поле деятельности. Об этом он мечтал всю жизнь. Из дневника Геббельса. Теперь дует другой ветер. Раньше нас били дубинками, теперь мы господа страны. Только не оглядываться назад. Вперед. Он действительно обрабатывал мозги и получал от этого явное удовольствие. Его чистолюбие, бесовское почти чистолюбие, это же как бес. Первая и главная радость, это суметь кого-то обработать. А уж если миллионы людей, сбить с толку. Уже 25 марта 1933 года между Гитлером и Геббельсом происходит разговор. Гитлер говорит, что нужно настраивать оркестр, как он называет пропагандистскую машину, на музыку войны. То есть настраивать общественное сознание на большую победоносную войну на Востоке с Советским Союзом. Народ должен слышать только призывы к уничтожению коммунистов. Именно Геббельс придумает разделение пропаганды на белую, серую и черную. То есть на достоверную информацию, сомнительную и откровенную ложь. Последний прием он будет применять постоянно. Беспредельный цинизм в выборе средств становится визитной карточкой министра пропаганды. Это сделали довольно быстро. К осень 1938 года вот эта вся пропагандистская сфера, газеты, радио, печать и вообще культурная жизнь были во многом уже, как говорим, сейчас зачищены. Смотрите далее. Почему Геббельс пришел в большую политику? Каким образом Министерство пропаганды использовало радио и телевидение в своих целях? Какая судьба была уготована тем, кто не разделял политику Третьего Рейха? Геббельс формулирует три главных закона пропаганды и требует от своих сотрудников их неукоснительного соблюдения. Закон первый. Пропаганды должно быть очень много. Ее нужно вываливать в массы непрерывно, днем и ночью, во всех территориальных точках одновременно. Закон второй. Предельная простота любых посланий. Это нужно за тем, чтобы даже самый отсталый индивид сумел осознать услышанное или прочитанное. Закон третий. У людей не должно быть выбора, ведь он уже сделан за них. А им следует лишь понять и затем принять информацию, чтобы потом уже воспринимать навязанные идеи, как свои собственные. Пожалуй, это тоже одна из новинок нацистской пропаганды. Умелая, грамотная обработка молодого поколения, то есть детей, причем разных возрастов. И такая, знаете, не просто на детскую аудиторию, а еще разограничение по возрастам. От пяти до восьми, с восьми до десяти, с одиннадцати до тринадцати, с четырнадцати до шестнадцати. Понимаете, каждая группа имела как бы свою отдельно направленную на нее пропаганду. Это то, что там специальные лагеря, допустим, для подростков, да, где они занимались спортом, где им вот эту идею будующего сверхчеловека преподносили уже в виде особой культуры. По отношению к пожилым немцам у доктора Геббельса особый подход. Советам говорили, что если вдруг будет немощная старость, они будут жить в специальных домах, сами будут ухаживать, все будет хорошо. А на самом деле была принята программа эстаназии, то есть убийство лежащих пациентов по медицинским показаниям. Но об этом знали не все. А пропаганда утвердила о другом. Что хорошо, вы там старенькие, пожилые, но вот мы вас переселим в какой-то дом, все будет хорошо, а то, что потом из этого дома можно было никуда не переселиться, только на кладбище, это не знал. Под строжайшим контролем Геббельса оказываются абсолютно все журналы и газеты. От СМИ министр требует лояльности к нацистскому режиму и строгого соответствия национал-социалистическим идеям. По данным на 40-й год, в Германии выходило примерно 2300 газет и 18 тысяч журналов. И Министерство пропаганды Геббельса особое внимание уделяло ежедневным пресс-конференциям, а точнее инструктажам для журналистов, которые проводились дважды в день. На них были обязаны являться специально аккредитованные представители всех средств массовой информации, проводились инструктажи с самыми высоко поставленными сотрудниками Министерства и насилия доверительный характер. Вручавшиеся журналистам заранее отпечатанные инструкции подлежали после использования возвращению в Министерство. Вся эта система, из которой нацисты, в принципе, не делали тайны, была до того отлажена, что немецкая пресса практически не нуждалась в предварительной цензуре. Журналисту нужно хорошо платить, его нужно кормить, с ним нужно работать, общаться и так далее. Они имели возможность ездить куда хотят, у них были хорошие зарплаты, награды и так далее. Поэтому принадлежат слова «Чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят». Геббельс считает, что толпой руководят чувства, эмоции, привычки, а вовсе не разум. Люди мыслят образно и не в состоянии отличить реальность от пропаганды, не способных к критическому восприятию того, что им внушают. Толпа, подобно насекомому, который летит на свет, инстинктивно обращается к тем ораторам, которые говорят то, что толпа желает слышать. Кто питает их иллюзиями, тот и будет им хозяином. А тот, кто пытается эти иллюзии развеять, становится их жертвой. Любая оппозиция рассматривается в Третьем Рейхе как абсолютное зло. Для тех, кто пытается критиковать политику действующей власти, Геббельс придумывает особый термин «осквернители собственного гнезда». Теми, кто против, занимается гестапо. Существует только одно мнение, только одна позиция, только один взгляд. Фюрер всегда прав. 29 марта 1936 года на референдуме в Германии задается один вопрос. Поддерживаете ли вы политику фюрера? Гитлер получает почти 99% голосов. Геббельс отмечает в своем дневнике. Из дневника Геббельса. Историческая победа. Даже в самых смелых мечтаниях мы не могли этого представить. Фюрер завоевал мандат против всего окружающего мира. Немцы развешивают флаги и украшают улицы. Посылают восторженные телеграммы фюрера. Начинается повальное переименование улиц. В каждой деревушке появляются Гитлерстрассе или Гитлерплац. Кажется, что вся Германия погружается в состояние массового психоза. Министр пропаганды наслаждается достигнутым эффектом. Народ безоговорочно верит в власти и разделяет идеи Гитлера, считая правильными его ложенки о превосходстве одного народа над всеми другими. При этом сам Геббельс, как известно, совершенно не подходит под описание нордического сверхчеловека белокурой бестии, воспетого пропагандистами Третьего Рейха. Даже ближайшие товарищи по партии называют его в насмешку древним германцем, высохшим и охромевшим от древности. Правда, хромота Геббельса вовсе не от древности, а вследствие совсем иных причин. Он заболел астомелитом, и в то время не было хороших лекарств. Это повлияло на его скелет, в том числе, на ногу. И она неправильно была сформирована, поэтому он вынужден был носить специальную обувь, он все время хромал. Отчасти это повлияло на его становление как человеком. Впоследствии Геббельс будет представлять свои увечья не как результат болезни, а как средствие тяжелого ранения, якобы полученного им в годы Первой мировой войны. Геббельс не хочет, чтобы неудобные факты из биографии мешали ореолу в его славе. Любого человека, в любом возрасте, такой недуг, понимаете, когда ты не можешь спортом заниматься, бегать, прыгать, довольно неприятно. Но из-за этого недостатка его в армию не брали. Поэтому как бы это тоже добило бы его самолюбие. В середине 20-х годов никогда прежде не интересовавшейся политикой Геббельс случайно окажется на митинге. В те годы Германия после поражения в Первой мировой войне переживает серьезный упадок. В стране экономический кризис, инфляция и массовая безработица. А лидер, небольшой национал-социалистической партии Адольф Гитлер уверенно заявляет, что знает, как вывести нацию из тупика. Из дневника Геббельса. Меня бросало то в жар, то в холод. Я не понимал, что происходит. Это было похоже на канонату. Я не мог сдержаться. Я закричал «Ура!» И никто не удивился. Человек, стоявший наверху, встретился со мной взглядом. Его голубые глаза словно зажгли меня. Это был приказ. В одно мгновение я переродился. Теперь я знал, каким путем мне идти. Геббельс решительно подойдет к столику у входа и поставит свою подпись на бланке заявления о приеме в члены национал-социалистической рабочей партии Германии. Он заполнит анкету и получит билет за номером 8762. До встречи с Гитлером молодой Геббельс пробовал свои силы в банке, пытался заработать на жизнь аукционистом на бирже. Хотел даже стать писателем, но ничего так и не достиг. Он был неудачником, пока не присоединился к нацистам. И метаморфоза его биографии прошла и на 24-25 году, когда он влился в эти ряды МСЗП. Он постоянно выступал с лекциями, и он обожал фюрера и скрывал этого. То есть он в Гитлере увидел тип нового лидера, который поведет нацию к каким-то вершинам, чтобы Германия именно с ним станет счастливой. Гитлер назначит его гауляйтером Берлина, поскольку Геббельс выделялся на фоне малограмотных нацистских приспешников своей изощренной демагогии. Фюреру необходимо было набрать в этом городе большое число сторонников для своей партии. И псевдоинтеллектуал Геббельс подходил для этой роли как никто другой. Он разогревал аудиторию перед выступлениями лидера Гитлера. Уже после войны историки подсчитают, только в 1924 году Геббельс выступит на двухстах политических собраниях. То есть митинги и дебаты идут с периодичностью каждые полтора дня. У самого Геббельса в этот период окончательно формируются политические взгляды и понимание, куда и с кем ему двигаться дальше. Гитлер сообразил, куда его, как его можно использовать. Зацепил это скорее Геббельс, он оказался востребован. Потому что то самое, из-за чего его статьи не принимали немецкие газеты. Они слишком крикливы, они слишком вульгаризируют, как работает нацистская пропаганда. Это же все у Геббельса прописано в дневнике. Более того, об этом писал и Гитлер в Майнкампф. Что не надо усложнять. Надо обращаться в человеке к самому примитивному. Народ Германии тех лет настроен на ту же волну, что и фюрер, который внушает немцам. Тот, кто несет в своем сердце веру, наделен самой мощной силой в мире. Гитлер олицетворяет мечты и фантазии немцев, он выражает их затаенные желания. Еще в декабре 25-го года Геббельс высмеивал домашний радиоприемник, называя его идеалом мещанина, но уже через несколько лет. Именно Геббельс добьется широчайшего внедрения в Германии дешевенького народного приемника. Он по своей функции мало чем отличается от обычного репродуктора, поскольку принимать какие-либо иностранные станции не может. Кроме концепции радиоприемников, в каждом доме Геббельс вел коллективное прослушивание прямых трансляций с крупных нацистских митингов. Для этого все площади стадиона были оборудованы репродукторами. Кстати, возникшее в Германии в 30-х годах телевидение было также сориентировано исключительно на групповой просмотр и не только из-за тогдашних технико-экономических обстоятельств. Геббельс хочет, чтобы каждая немецкая семья наблюдала за успехами национал-социалистического общества. Поэтому гражданам вменяется в обязанность регулярный групповой просмотр новостей в специально оборудованных залах. Телевещательные каналы передают репортажи со всей территории Германии три раза в неделю. Это первые телевизионные репортажи. Преимущественно партийные съезды, концерты маршевой музыки, интервью с лидерами нацистской партии. Но Геббельсу хочется привлечь к телеэкранам еще больше публики. Он понимает, что зрителю нужны зрелища. И летом 1936-го Геббельс воплотит эту идею. Смотрите далее. Во что нацисты превратили Олимпийские игры? Сколько заплатил за дневники министра пропаганды немецкий медиамагнат Аман? Какую идею продвинул Геббельс накануне войны с Советским Союзом? Специально для Олимпиады по приказу Геббельса приготовят дополнительно 20 телезалов. Ожидается, что число телезрителей достигнет 160 тысяч. На Олимпиастадиум присутствует свыше 110 тысяч зрителей. Под музыку Вагнера Гитлер объявляет об открытии Олимпийских игр. Ведомство Геббельса хорошо поработает, чтобы превратить Олимпиаду в грандиозную пропагандистскую акцию не только для немцев, но и для всего мира. Все антисемитские и антикоммунистические лозунги убраны, все заключенные спрятаны, вся Германия вычищена так, что напоминает сказочную деревню. В этом Геббельсе его команды видели одно из основных направлений своих усилий по оболваниванию немцев. Надо сказать, что это в значительной степени им удавалось. У себя дома на Геннельт-страссе министр пропаганды устраивает демонстрационный зал. Он сам внимательнейшим образом просматривает подготовленные к эфиру тексты, телерепортажи и кинохроники. Геббельс использовал, как мы сейчас говорим, новые технологии. Например, президент, недавно избранный в США, использовал Твиттер, Фейсбук, социал-медиа. А Геббельс был одним из первых, кто просто массированно использовал новые возможности. Объектом пропаганды Геббельс делает и свою личную жизнь, и жизнь своей семьи. Жена Магда и их дети становятся героями официальной кинохроники, которую регулярно показывают во всех кинотеатрах, позиционируя малышей как арийский идеал. Всем своим детям они дают имена, начинающиеся с латинской буквы H, то есть H, с той же буквы, с которой начиналась фамилия Гитлер. Многие думают, что вот там дети играют, какой-то день рождения. Нет, мы готовились. Это все было специально. Геббельс одним из первых понял, что когда личная жизнь, главы государства и высших владельцев государства представлена вот в таком идиллическом, красивом виде, это производит не меньший положительный эффект на население, чем вот, понимаете, простая какая-то пропаганда. Жена Геббельса Магда охотно принимает участие в этих пропагандистских постановках. Она постоянно твердит мужу, теперь ты покажешь стране и миру, на что ты способен. В октябре 35-го Магда осчастливит Йозефа, подарив ему долгожданного наследника. Но в дневнике по этому поводу всего три слова. Из дневника Геббельса 2 октября 1935 года. Мальчик, сын, большая вечная жизнь. Даже когда мы читаем его записи о том, как он вступает в брак с этой Магдой, как рождаются его дети, эти записи поражают тем, насколько они не личные. У него 5 девочек и один сын, сын третий, единственный. И вот этот сын, когда родился, у него есть запись, что, значит, вот, наконец, сын, будущее, бессмертие. Вот ты читаешь эту запись, понимаешь, боже мой. А вот предложение главы немецкого концерна прессы Аманна, предложившего купить у Геббельса его дневники, вызывает у доктора Геббельса куда больше эмоций. Из дневника Геббельса от 22 октября 1936 года. Я продал Аману свои дневники с условием опубликовать через 20 лет после моей смерти. 250 тысяч марок сейчас и 100 тысяч каждый год. Магда и я счастливы. После заключения этой выгодной сделки Геббельс еще усерднее ведет свои записи. Вот этот фильтр в мозгу, что это опубликуют, он все-таки стоит. Поэтому мы, читая их, видим неподлинный, так сказать, как если бы человек писал бы интимный для себя дневник, это одно, да, мы видим дневник, который пусть после смерти, через 20 лет, но будет опубликован. В 1939 году для Геббельса главный вопрос на повестке дня поиск национальной идеи, которая сплотит немцев. В этот период, накануне Второй мировой войны, Геббельс запускает в массы новую идею о нехватке у немцев земли. Тогда же появляется и термин сверхчеловек. Из дневника Геббельса от 1939 года. Фюрер сверхчеловек для нас, а мы, немцы, арийцы, сверхлюди для всех остальных. Любимая идея Гитлера и многих нацистов, что немцы и некоторые другие народы, это такая нордическая сверхраса, что это люди, которые способны на великие подвиги, великие совершения. Им мешают плохие народы, но плохие народы можно или уничтожить, или использовать как рабов, а сверхчеловек будут рулить миром. Самое поразительное, что это выглядит как сказка, но они в это верили. На тайном совещании Гитлер высказывает министру пропаганды свои опасения, а как поведут себя немцы в случае объявления всеобщей мобилизации. И тут Геббельс снова приходит на помощь своему фюреру. Он предлагает запустить мощную дезинформацию. Якобы, Советский Союз собирается напасть первым, и что Германия должна готовиться к обороне. И эта ложь срабатывает. Ну, распространялись, конечно, всякие там совершенно невероятнейшие вещи. Ну, что, например, жиды, комиссары, там, пьют кровь и так далее. Ну, это глупость полная. Но, представляете, если это все время повторять, то где-то там в подсознании это у кого-то оседает. Из дневника Геббельса 20 июня 1941 года. Все идет как по маслу. Фюрер восхваляет преимущества нашего режима. Мы сохраняем народ в едином мировоззрении. Для этого служат кино, радио и печать, которые фюрер характеризовал как самые значительные средства для воспитания народа. От них государство никогда не должно отказываться. Фюрер хвалит также хорошую тактику нашей журналистики. Ему некогда писать дневник. И тогда Геббельс совершает поразительный поступок, потому что, слушайте, дневник, надиктовываемый двум секретарям, которые его печатают, это совсем далеко от нашего представления о том, что такое дневник. С июля 1941 года два секретаря, сменяя друг друга, под диктовку печатают. Поэтому объем становится еще больше. Диктовать мы можем быстрее, чем писать рукой. Это десятки страниц в день. И это все продолжается для вечности. Это уже точно через 20 лет после смерти будет опубликовано. На протяжении всей войны пропаганда не ослабевает. Геббельс ведет свою войну информационную. Им созданы специальные войска пропаганды, в которых служат военные, владеющие журналистскими навыками. Геббельс обеспечивает пропагандистское прикрытие войны с СССР, делая упор на расовую неполноценность славян. Он изображает Советский Союз как огромную тюрьму, в которой люди живут в грязи и голодают. Он призывает немецких солдат смотреть на русских, как на людей второго сорта, подлежащих уничтожению. Смотрите далее. Сколько род пропаганды служило на Восточном фронте? Что переломило ход Второй мировой войны? И почему Геббельс выступал с обращением к нации? Какую злую шутку сыграло Министерство пропаганды с руководством Третьего Рейха? Высшей точкой развития род пропаганды стал 43-й год, когда они собственные были выделены в отдельный род войск. А в то время их общая численность составила примерно 15 тысяч человек. Именно войскам пропаганды Геббельс обязан успехом своего любимого детища еженедельной кинохроники Deutsche Wofenschaun. Даже в начале 45-го, когда фактически исход войны был предрешен, родные кинооператоры еженедельно присылали в Берлин по 20 тысяч метров пленки. Это при том, что объем еженедельного хроникального 45-минутного выпуска немецкого обозрения военной поры составлял всего 1200 метров. Усилия Геббельса не пропадут даром. На Восточном фронте немцы дают волю своей ненависти. В военных преступлениях участвуют миллионы людей. Карательные команды формируются не только из СС и полевой жандармерии, но и из обычных солдат вермахта. Министр пропаганды доволен работой своего ведомства. Себя он мнит выдающимся манипулятором людскими душами. Из дневника Геббельса. Идиоты! Если бы я сказал, что надо прыгнуть с третьего этажа, они бы послушались. однако в начале 43-го года после грандиозного поражения вермахта под Сталинградом в войне наступает переломный момент. Гитлер настолько подавлен, что не может делать никаких официальных сообщений. И тогда вместо фюрера в огромном дворце спорта с пламенной речью выступит Геббельс. Германии будет объявлено, что вся 6-я армия во главе с ее доблестным фельдмаршалом Паульсом погибло, сопротивляясь врагу. Министр призывает немцев ответить на тяжелые события тотальной войной. Речь имеет широкий резонанс в стране и поднимает авторитет Геббельса. Я спрашиваю вас, готовы ли вы стать опорой фюреров до тех пор, пока победа не будет в наших руках? Хотите ли вы тотальной войны, чтобы нанести большевизму смертельный удар? В обществе изолированном от внешнего мира и реальной информации о происходящем, люди окончательно утрачивают способность к здравой оценке происходящего. Они верят всему, что им говорят. Арсенал нацистской пропаганды со временем приобрел характер лабиринта, в котором разобраться становилось сложно даже тем немногим, кто обязан был это делать по долгу службы. Случалось, что и сам Геббель становился жертвой оптимистической информации, выуженной риббентроповскими чиновниками из иностранной прессы. Чиновники даже не предполагали, что речь идет всего-навсего о фальшивках, состряпанных агентами Геббельса. Сам министр пропаганды застал однажды свою жену Магду за чтением статьи, закинутой его же агентами, сначала в иностранную прессу, а затем ими же потом подброшены третий рейх в виде нелегального перевода. В этой статье звездочет и ясновидец Нострадамус предсказывал Германию грядущие военные успехи. Что уж говорить о простых обывателях, которым разобраться, где миф, а где реальность, было практически невозможно. До тех пор, пока советские танки не ворвутся на улицы немецких городов, жители Третьего рейха, немцы, будут пребывать в уверенности, что Германия побеждает. Геббельс делает все, чтобы Германия знала как можно меньше о реальном положении дел на фронте. Самого Геббельса неприятные новости пугают, и потому он внушает своим подчиненным, что ничего плохого знать не хочет, ибо это мешает ему продолжать работать. Но решить исход грандиозной битвы народов Министерство пропаганды доктора Геббельса уже не в силах. В апреле 45-го года чита Геббельсов перебирается в бункер Гитлера, где находится все руководство Третьего рейха. Все осознают, что положение безнадежно. Исход войны фактически предрешен. Геббельс не меньше Гитлера боится попасть в руки победителей. Геббельс понимал, что если вдруг он попадет в плен, что его будут судить, и пощады ему ждать не придется, потому что он прекрасно понимал, что то, что он делал, и та пропаганда, которую он проводил, стимулировала убийство других народов, и пощады ему ждать бы не пришлось. Это доктор Геббельс убедил нацию, что можно убивать других людей только за то, что они не немцы. И потому его руки по локоть в крови. Но прежде чем покончить с собой, он вместе с Магдой отправит на тот свет своих собственных детей. У них есть функция, они дети Геббельса. И они существуют как дети Геббельса, продолжение его рода, и они уничтожаются, раз уходят со сцены Геббельса. А Магда Геббельс сказала совсем уж звуковую фразу, она сказала, я рожала их для фюрера и Третьего Рейха, раз их больше нету, этим детям незачем жить. Это случится ровно через сутки после того, как 30 апреля в том же бункере покончит жизнь самоубийством Адольф Гитлер. Геббельс одни сутки возглавлял Германию вместо фюрера, но он тоже покончил жизнь самоубийством. Тогда же, когда уже и Гитлер покончил жизнь самоубийством, уже было понятно, что полный конец, Геббельс надеялся, что какое-то чудо произойдет. Вообще, вот эта идея чуда, она заложена в нацистской идеологии. Они все время верили в чудо, что какое-то чудо произойдет. Понимаете? На заключительном этапе войны растерянность перед надвигавшимся возмустием заставляла Геббельса взяться за изучение научной литературы в поисках утешительных аналогий из немецкой истории. В апреле 45-го выступая перед офицерами одного нацистского соединения, Геббельс уверял их, что вот-вот должно произойти чудо вроде тех, какие случались в немецкой военной истории. Но, как мы знаем, чудо не произошло. «Открым» 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 «Открым»» «Открым»